Тема лекции Основные положения теории чисел используемых в криптографии с открытым ключом Алгоритмы шифрования с открытым ключом гораздо больше основаны на свойствах математических функций, чем алгоритмы симметричного шифрования Поэтому в этой лекции сформулированы основные математические понятия и факты, необходимые для дальнейшего изучения материала, простые и составные числа Основная теорема арифметики взаимно простые числа и функции Эйлера Основы арифметики, остатков и теории сравнения Малая теорема Ферма, наибольший общий делитель и обобщенный алгоритм Эклида Инверсия по модулю М Цель лекции Напомнить читателю основные положения теории чисел используемых в криптографии с открытым ключом Простые составные числа, основная теорема арифметики Взаимно простые числа и функции Эйлера Арифметика остатков и теории сравнения Малая теорема Ферма, теории Ферма Эйлера Небольшой, наибольший общий делитель Обобщенный алгоритм Эклида И дополнительную информацию можете Литература Балласова ГРФ Основы криптографии Тула издательства Турского государственного университета 2009 года С. Бернер С. Бернер Криптография Официальное руководство РСА Секьюрити 2007 года В. В. Ященко Ведение криптографии Зубов А. Ю. Криптографические методы Защитие информации Совершенные шрифты 2005 года Куплекс Курс Теории чисел и криптографии В. Лафоне Новая основа сетевой безопасности Криптографические алгоритмы И потоколы взаимодействия 2005 года Е. М. Криптографии Без секретов Руководства пользователя М. Новый издательский дом 2005 года Итак, простые и составные числа Каждое натуральное число Больше единственное Делится на крайние меры На два числа На один и на само себя Если число не имеет делителей Кроме самого себя Единицы То оно называется простым А если у числа есть еще и делители То составные Единицы же не считаются Непростым числом Непростым числом Непростым числом Делится на три и на пять Интересные факты Если два простых числа Отличаются на два То их называют числами Близнецами Чисел близнецов не очень много Например Близнецами являются 5,7,29,31,149,151 А также 242,242,206,83,238,880 Наибольшие найденные на момент написания учебного пособия Пара Близнецов Не о всяком числе Можно сразу сказать Простое оно или составное Если число меньше 100 То скорее всего Мы сразу сможем ответить на этот вопрос Однако С большими числами Дело сложнее Возьмем например число 2009 Простое оно или составное Попробуем найти Возможные делители этого числа Среди первых простых чисел 2009 определенно не делится на два Так как оно нечетное На три Так как сумма его Цифр 2 плюс 9 равно 11 Не делится на три На пять А вот Попробуем разделить 2009 на 7 Мы увидим Что в результате получается Целый результат 287 Таким образом Получен ответ Число 2009 Составное В данном случае Ответ получит Достаточно быстро Бывает что Проверка на Простоту производится Гораздо Дольше И для работы С большими целыми Числами Требуются Даже специальные Компьютерные программы Поиск больших простых чисел Имеет важное Значение Для математики И не только Например В криптографии Большие простые числа Используются В алгоритмах Шифрования с открытым ключом Для обеспечения Надежности Шифрования Так Там используются Простые числа Длиной до 2024 бита Перемножить два числа Сравнительно нетрудно Особенно если у нас Есть калькулятор А числа Не слишком велики Существует и обратная задача Задача Факуализации Нахождение двух Или более чисел Создающих при перемножении Заданное число Эта задача Гораздо труднее Чем Перемножение числа И любому Кто пытался Ее решить Об этом известно Например Если от нас Требуется умножить 67 на 113 То результат 75 71 Будет получен Наверное Меньше чем За минуту Если же От нас Требуется Найти два числа Произведения Которых Равно 7571 То скорее всего Это займет У нас гораздо Больше Времени Поиск Сомножителя Числа Н Может Вестись Например Перебором Всех простых Чисел До Кольма Квадратной Н Как Рассмотрен Выше Примерия С числом Дощитей Однако Если Множители Большие Простые Числа То на Их Поиск Идет Достаточно Много Времени Таким Образом Факторизация Большого Числа Требует Значительного Затрата Времени Даже В том Случае Когда Известно Что Оно Является Произведением Двух Больших Простых Чисел Сложность Задачи Факторизации Используется В некоторых Криптографических Алгоритмах Например В системах Шифрования РСА Основная Теодема Арифметики Любое Составное Число Можно Составить Из Некоторого Количества Простых С помощью Умножения Например Составное Число В 2009 Можно Получить Так В 2009 Равно 7 Умножить 7 Умножить 41 В математике Рассматривается Так называемая Основная Теорема Арифметики Которая Утверждает Что Любое Натуральное Число Или Большие Единицы Либо Само Является Простым Либо Может Быть Разложенным Либо Может Быть Разложено На Произведение Простых Делителей Причем Единственным Способом Если Не Обращать Внимания На Порядок Следования Со Множителей Воспользовавшись Обозначением Степени Разложение Числа Дух Тысячи Теи На Простые Множители Можно Записать Так Дух Тысячи Девять Равно Семь Квадрат Умноженное На Сур Один Разложение На Множители Называется Каноническим Если Все Множители Являются Простыми И Записаны В Порядке Возрастания Например Запишем Каноническое Разложение Числа Сто Пятьдесят На Множители Сто Пятьдесят Равно Называются Взаимно Простыми Если Они Не Имеют Ни Одного Общего Делителя Кроме Единицы Например Числа Одиннадцать И Двенадцать Взаимно Простые У них Нет Общего Делителя Кроме Единицы Числа Тридцать И Тридцать Нет У них Есть Общий Делитель Пять Исследованием Закономерностей Связанных С Целыми Числами Долго Занимался Швейцарский Математик Леонард Эйлер Одним Из вопросов Которым Он Интересовался Был Следующий Сколько Существует Натуральных Чисел Н Превосходящих Н И Взаимно Простых Н Ответ Вопрос Вы Получи Нейлера В 1763 Году И этот Ответ Связан С Каноническим Разложением Числа Н На Простые Положители Множители Так Если Как показано В формуле Ниже Где П1 П2 И ПН Разные Простые Множители То Суфи Натуральных Чисел Не Превосходящих Н И Взаимно Простых Н Можно Точно Определить По формуле Как показано Ниже А Взаимно Простые Числа И функции Эйлера Подолжим Число Натуральных Чисел Не Превосходящих Н И Взаимно Простых Н Называются Функцией И Эйлера И Обозначаются Эфи Н Например Найдем Количество Натуральных Чисел Не Превосходящих 12 И Взаимно Простых 12 Из Ряда Натуральных Чисел От 1 до 11 Взаимно Простыми Не не имеющими общих делителей 12, будет только числа 1, 5, 7, 11. Их количество равно 4. Таким образом, m12 равно 4. Теперь попробуем посчитать m12 по формуле предложенной Эллером. Для этого вначале запишем каноническое разложение числа 12. 12 равно 2, в квадрате умноженное на 3. Теперь посчитаем функцию Эллера, как показано по формуле Меже. Значения, вычисленные путем простого перебора взаимно простых чисел и по формуле Эллера, совпали. Это неудивительно, так как формула для вычисления функции Эллера может быть доказана строго математически. Формулу Эллера удобно использовать для больших n, если известно о разложении числа n на простые множители. Для криптографии формула Эллера важна тем, что она позволяет легко получить число fn. Для простых и некоторых других чисел в криптографии используются два следующих следствия формула Эллера. Следовательно, следствие 1. Если p – простое число, то f от p равное p минус 1. Действительно, если p – это простое число, то его каноническое разложение состоит только из него самого. Тогда посмотрите на формулу Меже. Таким образом, можно рассмотреть следствие 2. Пусть p – и q – два различных простых. Пусть p – это формула объясняется следующим образом. Арифмистика остатков и теория сравнения. Немецкий математик Карл Фридрих Гаус предложил запись A, B, M и M. Для двух чисел А и B, если они имеют одинаковые остатки от деления на N. Читается А, сравнимо с B по модулю M. Например, 1997, сравнимо с 1 по модулю 4. 7k плюс 1, сравнимо с 1 по модулю M. Где k – это любое целое число. Сравнение обнаруживает полезные для математиков и криптографов свойства. Во многом похожие на свойства равенств. Эти свойства позволяют существенно упрощать арифметические вычисления, если нас интересует только остаток от деления на некоторое число N. Так, например, свойства сравнения полезны при расчетах в алгоритмах шифрования с открытым ключом. Простейшими свойствами сравнения являются следующие. Свойства 1. Если А минус B делится на M, то А сравнимо с B по модулю M. Например, 15 сравнимо с 1 по модулю S. Так как 15 минус 1 равно 14, а 14 кратно 7. Таким образом, можно рассмотреть свойства второе. Если А сравнимо с модулю M, то С сравнимо с D по модулю M, то А плюс С сравнимо с D плюс B по модулю M. Если А сравнимо с D по модулю M, то А плюс С сравнимо с D по модулю M, то А плюс С сравнимо с D по модулю M. Таким образом, если А сравнимо с D по модулю M, то А сравнимо с D по модулю M. Например, и также свойства 5. Если А сравнимо с D по модулю M, то А сравнимо с D по модулю M. И пример. Малая теорема Ферман. На основе алгоритма шифрования по системе РСА лежит теорема, сформулированная в начале 17-го столетия без доказательства французским математикам Пьером Ферман. Ее часто называют малой теоремой Ферман. Ее не следует путать с известной великой теоремой Ферман. Ее он также сформулировал без доказательства. А доказана она была только в 1993 по 1994 годах. Леонард Эйлер в 1760 году опубликовал доказательства малой теоремы Ферман и получил ее обобщение, известное под названием теорема Ферман Эйлера. Именно эта теорема используется в алгоритме шифрования и расшифрования РСА. Малая теорема Ферман формулируется следующим образом. Если П – простое число, а М – любое число, которое не делится на П, то М в степени П-1 сравнимо с 1 по модулю П. То есть число М в степени П-1 при делении на П дает остаток 1. Пример. Пусть П равен 1, 11, М равен 3. Проверим, будет ли 3 в 10 степени по модулю 11 равна 1. И рассматривается пример. Обобщение, сформулированное и доказанное Эйлером, справедливо для любого модуля, но в системе РСА используется частный случай, когда модуль является произведением только двух различных простых чисел. Поэтому рассмотрим формулировку теоремы для этого случая. Теорема Ферман-Эйлера для случая системы РСА. Если П и Ку – два различных простых числа, а М – любое число, которое не делится на П и Ку, то М в степени П-1 и Ку-1 сравнимо с 1 по модулю П и Ку. И рассматривается пример. Пусть П равен 11 Ку-5, Пу равен 55, М равен 3. Проверим, будет ли 3 в степени 40 ставим ее из низа по модулю 55, равна 1, показанная ниже в примере. Наибольший общий делитель, пусть А и Б – два целых положительных числа. Наибольший общий делитель числа А и Б – есть наибольшее число С, которое делится на А и Б. С равен нот А и Б. Например, нот 2535 равно 5. Для нахождения наибольшего общего делителя можно использовать следующий алгоритм, известный как алгоритм инклида. Алгоритм нот целые А в С. Начало пока А и Б выполняет. Если А больше Б, то А присваивает А минус Б, иначе Б присваивает Б минус А. С присваивает А на конец. После выполнения алгоритма результат содержится в переменной С. Посмотрим, как с помощью алгоритма инклида вычисляется в нот 18-9. Здесь каждый столбец представляет собой очередную итерацию алгоритма. Процесс продолжается до тех пор, пока Б не станет равным А. Тогда в переменную записывается ответ, в данном случае 9. И это будет значение нот 18-9. Далее, смотрите, пожалуйста, самостоятельно общий алгоритм инклида, диалем инклида. Спасибо за внимание.